Всем привет, с вами Игорь. Сегодня хочу немного поговорить о зеленом тарифе. Нужен ли он нам, альтернативщикам, всем, кто имеет солнечные электростанции, стоит ли его подключать. Я вам однозначно скажу, что стоит. На это есть очень много причин. И начнем разбираться по порядку. Первое. Это вырастает сильно, очень эффективность наших солнечных электростанций. Надо понимать, что солнечная панель, когда она просто лежит на солнце, она работает или она не работает, то есть выдает она электроэнергию или не выдает, она все равно стареет. Она все равно стареет. У нее все равно с каждым годом будет падать производительность, она выгорает и так далее. То есть, если взять, например, так грубо, солнечную панель, которая работает постоянно 10 лет, и которая ни разу 10 лет не выдавала никакой электрической энергии, просто там пролежала так же само на крыше, на солнце, просто так пролежала без всякой работы, то износ и падение мощности у обеих панелей будет одинаковый. То есть, невыгодно нам, вообще невыгодно, чтобы наши солнечные панели летом просто простаивали, не работали. А я вот как раз с этим и столкнулся, в этом летом прошедшем, что у меня панели очень много потеряли энергии, хоть я ее использовал и для электроплитки, и для электрочайника, ну куда можно, туда и использовал, но все равно, тем не менее, куча энергии просто пропала зря. Просто пропала зря. Хотя панели при этом, как вы уже поняли, они изнашиваются, они все равно стареют, они лежат и стареют все равно. Вот, зеленый тариф как раз позволяет эту проблему устранить. То есть, панель всегда вырабатывает энергию, всегда максимум. Эта энергия всегда уходит в сеть. Вот, лишняя, лишняя энергия, она забирается сетью, и у вас не пропадает ничего зря, вам за это заплатят денежки. Но я даже сейчас в этом видео не про денежки говорю, а про многие другие плюсы, которые дает именно этот зеленый тариф. Следующий плюс. Мы используем, как бы, сеть в своих целях. Вот представьте, да, сама постановка вот этого вопроса, приятная, да, что мы можем использовать сеть, да. То есть, не нас сеть использует, как часто это так бывает, олигархи, да, вот эти вот, а мы используем сеть. Вот это вот само даже, такая вот фраза, приятная, вот такая постановка. То есть, не нужны вот эти вот куча аккумуляторов. Сеть, она как бы сама исполняет роль огромного для нас, безразмерного, бесплатного, долговечного аккумулятора, который не надо покупать, который будет вмещать любое количество энергии, и так далее, и тому подобное. Вот, то есть, мы используем сеть, как огромный аккумулятор для своих же нужд, вкидывающий туда электроэнергию лишнюю, например, летом, там, в летние месяца, и забираючи ее, там, ну, там, правда, расчетный период месяц, но, тем не менее, нам дадут деньги, или мы эти деньги потом опять потратим, какая разница. Главное, что энергия не пропадает. Мы можем ночью пользоваться, днем скидывать, ночью пользоваться. В любом случае, эта энергия не пропадает у нас никак. Соответственно, вырастает сильно окупаемость наших солнечных электростанций. Без зеленого тарифа окупаемость солнечной электростанции, ну, это, наверное, даже не 10 лет, и не 15, там, я не знаю, но это очень много лет. С зеленым же тарифом окупаемость, это уже посчитано и доказано, это 4-5 лет. Это всего-навсего 4-5 лет солнечной электростанции, чем больше она, тем быстрее она окупается. Вот, так что окупаемость тут даже нет никаких вопросов насчет того, что окупится ли солнечная электростанция, подключенная к зеленому. Однозначно окупится, и при том очень быстро. Многие там говорят, что зеленого тарифа в 2030 году не будет. Да, я согласен и знаю это, что в 2030 году зеленый тариф отменят. Но отменят просто зеленый тариф. А продавать электроэнергию мы также будем. И надо понимать, что в 2030 году уже не будет такая цена на электроэнергию, как сейчас. Она будет примерно такая же, как сейчас зеленый тариф. Вот если сейчас зеленый тариф это около 5 гривен, ну пускай там примерно, я точно не знаю, но примерно около 5 гривен можно продавать электроэнергию. То до 2030 года, это я даже уверен на все 100%, у меня даже тут никаких сомнений нет, что примерно будет такая же цена для всего населения на электроэнергию. Примерно около 5 гривен. 4-5 гривен это точно. 4 это точно, 100%. Поэтому мы будем продавать электроэнергию опять же по таких же ценах. Так что это в любом случае выгодно. В любом. Или до 2030 года это выгодно, после 2030 года. Потому что цена останется примерно та же. Ну как я уже сказал, да, энергия не пропадает. Вот наши плюсы вот эти все, да. Мы используем второе, как огромный аккумулятор бесплатный, который не надо покупать, вкладывать в него деньги. Вот мы просто используем сеть, как наш домашний аккумулятор. Мы туда вкладываем лишнюю энергию, забираем, когда у нас ее нет. Ночью там или когда-то. Окупаемость третья вырастает в разы. В разы, которые уже реально можно посчитать. И она равняется примерно 4-5 лет. Окупаемость солнечной электростанции. Это уже доказано даже опытным путем. Вот. И эффективность использования панелей. Четвертое вырастает тоже в разы. Как я уже сказал, панель по-любому все равно состарится. Понимаете? Она состарится, работает она или не работает. Она все равно состарится. Она все равно потеряет свою мощность. Там какие-то проценты через 10 лет. Еще больше через 15 лет. И еще больше через 20 лет. Но мы ее используем за то по полной, так сказать, за эти 20 лет. По полной. Мы можем и деньги заработать на этом. И для своего же дома лучше это все будет. А так вот, ну, я считаю, это просто неэффективно. Ну, мало, мало. Это эффективно, но очень мало эффективно использовать наши солнечные панели, наши солнечные домашние электростанции, вот именно без этого подключения к сети. Они очень слабо эффективны. Ну, целесообразно, но опять же очень слабо целесообразно. Вот этот вот зеленый тариф, именно подключение к сети сразу повышает нашу эффективность наших солнечных электростанций. Вот отсюда, а сразу аж досюда. Вот так вот. Сразу в разы, в разы повышает эффективность, окупаемость, целесообразность наших солнечных электростанций. Поэтому у меня есть такая цель подключить зеленый тариф. Конечно, это будет непросто. Я уже знаю, вот сколько все пройдет, пройти надо будет. Но это перспективно, это выгодно, и это нужно нам самим. Даже, я же уже сказал, даже не по причине заработка денег, чтобы заработать, а вот по причине вот таких вот, как я уже сказал, причин. Вот, довольно многих ощутимых и весомых причин. Вот, ну вот то, что я хотел сказать по зеленому тарифу, насколько это эффективно, насколько это нам нужно. Поэтому, еще раз скажу, это без сомнения, нам надо, и к этому нужно стремиться подключить этот зеленый тариф. Это не легко, но это стоит того. Ладненько, всем пока, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Всем до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok